Вау! Привет, привет! Меня зовут... Как у вас все? Как вы уже можете догадаться по картинке, в нашей программе и проект у нас достаточно мультитарный характер. Это детектор найденных грибов. Когда мы сойдем в лес, стал бы с проблемой идентификации найденного. Поэтому мы пользуемся фотографией в необходимости реализации как раз именно такого мобильного приложения. Основной функционал его таков, что есть возможность сфотографировать найденное либо выбрать из уже имеющейся библиотеки грибов и при помощи сети как раз получить тот или иной результат. Давайте посмотрим, как это работает в реальности. Мы сделаем на самом деле не мобильное приложение, а пока мобильную версию. Возьмем... Что это за гриб? Белый. 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 Типа... С грибами самая тема, что есть типа нормально, а есть позже. Нет, не знаю, что грибы. В этом... Собственно. 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 Могу сказать. Можете быть он тогда рассказать про технологию? Ну да. Да, то есть на сервере Амазона, на виртуальной машине Амазон подняли в сервер приложений, где, собственно, крутится наш фласк все время, вот, и, ну, вкратце, то есть там мы разделили тоже направление материализации, то есть я сама с фласком, девушки потом расскажут о том, как мы на основе выборки получаем вставление, определяется максимум по разным значениям грибов и приходит к тому или иному результату. Давайте я пока расскажу, как мы собрали данные для приложений нашего. Для начала нам нужно было получить данные о базе грибов, то есть собрать с базы грибов, мы нашли сайт, типа, энциклопедий грибов, wikigrim, и с помощью библиотечного из полсу распарсили ее, собрали данные о восьмиста с черных грибах, то есть там были и названия, и заходили там, скрипт заходил в подстранички, собирали в сане, которые тоже там раскладывались в словарь, Вот, кстати, можете посмотреть, как это равна та фотография, которую вы загрузили. Он сказал, это тот гриб, который мы пытались угадать. Да, он показал сфероятость. Так какое это? Билосфероятость. 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 Сколько? Билосфероятость. Скорее всего белосфероятость. И мне же дается описание, чтобы человек мог его прочитать и сопоставить на всякий случай, насколько это в детали составляет с тем, что он нашел. Также были скачки картинки этих грибов. Вот, собственно говоря, здесь мы наблюдаем эталонную картинку гриба, чтобы пользователь мог сравнить с тем, как выглядит тот гриб, который мы ему предлагаем. И все эти данные были сложены в файле в формате JSON. И потом, когда мы показываем, вот сейчас, нашу рабочую версию, да, мы показываем результат, мы берем уже готовые данные оттуда и вводим описание гриба и все его атрибутики, включая картинку. И, наверное, надо рассказать про начинку, как это все происходит, про бумагу. Грибы, да, начинка, наверное. На самом деле, самое интересное, это как распознавать грибы. Мы учили нейросеть TensorFlow, но на самом деле это звучит страшно, но это можно сделать, условно, разобраться за час, покурить документацию. Там берешь, условно, переобучиваешь, что это один слой именно на грибах. Вот, как раз на тех данных, которые скачала Аня. Основная проблема в том, что надо найти хорошие покажите фотографии для того, чтобы обучить нейросеть. И мы на данном этапе пока вручную отбирали их, но на самом деле тут можно придумать много всяких интересных штук. Ну, собственно... Если бы я еще хочу дополнить, вот мы, параллельно с этим, вот, Clarify, Миша, наверное, как раз подсказал, тоже. По этому направлению сначала пошли и вот использовали Аня, Clarify, и вот там, как бы, на основе общих моделей, вот, как бы, это взрывло нам лучший результат. Ну, конечно, это напрямую зависит от количества опасных картин. Вот, ну и, собственно, в заключение, хотелось бы рассказать об еще одной индивидной функциональной особенности этой программы. Многие, наверное, помнят, что Ленин – это гриф. Ага, сейчас вы распознаете гриф. Теперь, наконец-то, мы можем узнать, какой именно. Кстати, да, это интересная тема, да. Программа заточена на распознавание чего-нибудь, так, отсылываем лицо. Оказывается, что он лисичка. Ага, класс. Да, это века раскрыта. Есть интересная красота. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ